Омск Омкова спортсменка из Екатеринбурга. Член сборной России. Недавно вернулась с национального первенства. Сегодня показывает класс арбитром регионального турнира. И предсказуемо именно ее жюри признала фавориткой. Ксения стала первой во всех видах многоборья. Опорном прыжке, брусьях, бревне и вольных упражнениях. И вот какие советы дает чемпионка. Ну надо делать свою работу, как ты делаешь на тренировках. То же самое. Не переживать, чтобы все было хорошо. Ну а вот что делать, чтобы не переживать? В основном вот с волнением приходится часто бороться. Ну так собираться, вдох, выдох и пошла. Спортивная гимнастика – непростой вид спорта. Здесь, чтобы выйти на уровень, трудиться нужно ежедневно, по несколько часов не отходить от снарядов. Многие схожи во мнении, что именно гимнастику можно считать одним из базовых видов. Это признание ученых. Ни один вид спорта не может дать такого развития, как спортивная гимнастика. Она развивает все. Она развивает не только мышечную систему, но и интеллект, и мышление. Потому что за доли секунды совершить двойное сальто, да еще с пируэтом, или совершить какие-то действия, это нужно мозг привести в такое состояние, чтобы давать команду мышцам исполнять это движение. Вы меня понимаете. Поэтому это основа. Она была и есть основой физического воспитания. За два дня на помосты выходили спортсмены разного возраста и разного уровня подготовки. Зрители аплодировали мастерству опытных, ну и, конечно, поддерживали начинающих гимнастов. Не всегда и не у всех получалось сладить с бусями или кольцами. Более подготовленной на этот раз выглядела сборная Свердловской области. Виды спорта разные. А наш, можно сказать, один из самых трудоемких и по техническому оснащению, и вообще технической подготовке. Это самый сложный вид спорта, я думаю. Потому что здесь сталкивается все. И координация, и пластика, и сила, и грация. Здесь очень редко, когда все совмещается в человеке. История этого турнира насчитывает более 10 лет. Ну а вообще, рассказывая о том, как он появился, организаторы вспоминают 1975 год. Это был первый год, когда провели соревнования. После сделали перерыв. А с 2009 первенство возобновили. Причем уже сменив техническую составляющую. Правила соревнований, конечно, у нас меняются. Это не, как сказать, не российские правила. А мы соответствуем международным правилам. Трудность сейчас у нас считается по элементам. Определенное количество элементов надо выполнять в различных разрядах. То есть второй юношеский, третий разряд. Они работают по обязательным программам. С первого юношеского по третий разряд. Тоже с обязательной программой, беспроизвольной. И только во втором разряде уже мы подключаем произвольную программу. По итогам турнира Полина Тернисова из Екатеринбурга стала лучшей в многоборье. У перворазрядниц первой в многоборье была Дарья Ясинская из Караганды. Победительницей по программе второго спортивного разряда стала Амичка. Валерия Коваленко. В третьем спортивном разряде чемпионкой стала Дарья Анисимова из Екатеринбурга. Мы поздравляем атлетов.